Угроза полномасштабного вторжения России. Зачем Путин бряцает оружием на украинских границах? Цель России – дестабилизация не только Украины, но и НАТО и Европейского Союза. Такое резонансное заявление сделал министр обороны Алексей Резников. Каким будет ответ западных партнеров – Путину? Президент Владимир Зеленский на следующей неделе выступит под куполом Верховной Рады. Украинский лидер готовит обращение к парламенту. О чем будет говорить президент с депутатами? Украина получит второй транш от МВФ. На что пойдут деньги и как это отразится на кошельках каждого украинца? Парад выхода областей из красной зоны. В Киеве и пяти областях могут ослабить карантин. Прошла ли Украина пик эпидемии коронавируса? Об этом прямо сейчас в программе Украина на самом деле. Украина готовится дать отпор России в случае полномасштабного вторжения и укрепляет границу с Беларусью. Вместе с тем уже известно, куда потратят деньги от МВФ. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Я Алена Черновол. Добрый вечер. И мы начинаем. В этой студии рядом со мной уже Александр Заветневич. Это председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Предоставлю далее информации для первой темы нашего обсуждения, более предметного. Россия наращивает боевую подготовку на оккупированном Донбассе. Так, в Луганске и Донецке начались масштабные военные учения с привлечением резервистов. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины. В них также участвуют подразделения незаконных силовых структур и оккупационных администраций. По информации разведки, мероприятие контролирует комиссия 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Также привлечены пропагандистские СМИ для распространения фейковых новостей. Ну и также я добавлю, что в Минобороны не верят, что Россия сможет провести победную военную операцию в Украине. Такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью издания «Голос Америки». По его словам, за 8 лет войны украинская армия научилась защищаться. И такого легкого захвата, как это было в 2014-м, уже не будет. Также министр прокомментировал реакцию мира на данные американской и европейской разведок о наращивании оккупационных сил. Он отметил, важно, что цивилизованный мир забил тревогу. Это демонстрирует Российской Федерации, что ее агрессия будет непомерной. Не верю в это, потому что давайте не забывать, мы за 8 лет войны научились защищаться. Наши вооруженные силы на высоком уровне, особенно сухопутные войска. У меня была честь с генералом залужным, главнокомандующим, 4 дня провести в ООС. Общаться с командирами, с солдатами, быть в окопах. Там настроение абсолютно боевое, уверенное в себе. Люди умеют защищать страну. Министр обороны Украины Алексей Резников. А в Кремле заявили, что якобы не собираются нападать на Украину, а все обвинения назвали провокационными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его мнению, неправильно ассоциировать перемещение российских военных сил с агрессивными планами. При этом Песков продолжает настаивать, мол, это Киев готовится к возможному силовому решению вопроса Донбасса. Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению. А мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, ЛНР и ДНР. Это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать. Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном. Совершенно неправильно любые перемещения вооруженных сил Российской Федерации по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Готовят шаги на опережение. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что НАТО и Запад готовятся, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Он отметил, что международные партнеры демонстрируют Москве, что последствия эскалации конфликта могут ей дорого обойтись. По словам Резникова, сейчас проводятся консультации между партнерами Альянса и Европейского Союза о готовности предпринять решительные шаги. Мы говорили о том, что обеспокоенность выражать времени уже нет. У Кремля толстые и высокие стены он не слышит об обеспокоенности. Он будет воспринимать только активные действия. Меня заверили, что происходят очень серьезные консультации между другими партнерами Альянса и Европейского Союза о готовности предпринять очень решительные шаги. Причем на опережение. Речь идет и о политических, и об экономических шагах. И в России озвучили якобы наилучшие гарантии безопасности для Украины. По мнению Кремля, это реализация минских соглашений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он считает, что отсутствие прогресса в реализации договоренности является, далее цитата, существенным раздражителем и триггером. Мол, это ведет к повышению уровня напряженности, в том числе и в Европе. При этом Песков настаивает. Вопрос должен обсуждаться в прямом диалоге всех сторон. И я тут же хотела бы вам добавить о том, что перспектива ближайшей нормандской встречи нам пока что неизвестна, а на все инициативы нашего президента о встрече мы знаем реакцию Российской Федерации. Нам говорят, что пока разговаривать не собираются, по крайней мере, о вопросах Донбасса и Крыма, а другие вопросы нас не интересуют. Это важнейшее, что мы можем обсуждать на этих встречах. Напоминаю, в нашей студии Александр Заветневич, глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности. Александр, я хочу, чтобы мы с вами коротко обсудили все те реакции, все те высказывания, чтобы вы нам разъяснили, а что в комитете думают по этому поводу. Но давайте начнем с общей оценки ситуации. Вот как, по-вашему, то, что сейчас происходит на наших границах, то, что сейчас происходит на неподконтрольных территориях, скопление войск, техники, военное учение? Ну, по-перше, хотів би відмітити, що ці скупчення техники, переміщення техники, всілякі рухи біля нашого кордону чи на якійсь відстані 100-200 км, це все відслідковується розвідку, відслідковується збройними силами. І дуже гарно, що в нас ці і знімки, і цифри, хто як говорить, вони підтверджуються і нашими партнерами. Тому загальна ситуація всіх однакова. По-друге, дуже правильно, от ви тут зазначили і показали заставки із інтерв'ю міністра оборони Олексію Черезнікова. Він дуже правильно сказав, що з 14-го року наші збройні сили вже навчилися давати відсіч. І ще дуже важливо, і це всі розуміють, ми вже навчилися воювати. І збройні сили завжди готові давати відсіч. І також в тезах було згадано про інформаційну і про гібридну загрозу. Як ми бачимо зараз зброю, в зброю можна перетворити все, і газ, і біженців, все, що завгодно. Тому зараз я не буду говорити, що ми найкращі в цьому, але дуже суттєвий прогрес також в цьому у нас є. Ми можемо зараз відрізняти ці всі речі і попереджувати їх. А що нам говорить ось ця реакція Російської Федерації, коли Песков висказується і говорить, так це Україна провоцірує, це вони збираються там силовим якимось рішенням розрішати цю ситуацію на Донбасі. На кого це направлено і що нам робити? Нам відповідати, роз'яснювати, як відповідь насправді, що нам робити? Ну, знову ж таки, це не вперше, мабуть, і не вдруге, не будемо прораховувати ці всі випадки. Це було раніше. Якщо просто, давайте, логічні думки і проговоримо це. Наприклад, якщо вплинути на наш народ, на наше суспільство, то це затягування, знову ж таки, і тут говорили вислови Пескова, з приводу того, що там до відкритих перемов з псевдореспубліками, до діалогу прямого з ними. Якщо говорити логічно ж таки, це про тиск на західних партнерів, це, наприклад, питання труби і газу. Воно ж також піддається такому логічному завершенню, що або, вибачте, агресію проти України, або труба. Всі ми знаємо, що є проблема в сертифікації і в запуску. І, звісно, Росія хоче якнайшвидше це все зробити. Тому тут багато може бути речей. Але, знову ж таки, повторюсь, може бути таке, що за допомогою цих, в тому числі, інформаційних операцій, і, знову ж таки, на майданчиках шоу, на майданчиках різних телеканалів, ЗМІ, незалежних, чи навіть блогерів, хтось чекає, що може бути там і в якомусь сенсі, чи в якійсь частині розкритий план оборони. Але всі ми знаємо, що план оборони – це план оборони Збройних Сил. І, знову ж, повторюсь, з 2014 року нас є кому захищати, і цей план оборони виконується і виконується навіть зараз. Помімо всього прочого, Песков уже не просто намекає, а прямо говорить о том, що виполнення Мінських соглашений – вот гарантія безопасності для України. Они таким образом нас к чому склоняють? Потому що ми розуміємо, що ми то, що на себе взяли, і ті об'язанності, які повинні бути виполнені до цього часу, вони либо виполнені, либо виполняються. Либо нас з тій сторони склоняють к якомусь своєму трактуванню Мінських договоренностей. Вже багато разів говорили, і ТКГ, здається, вчора в них було засідання, мій колега там приймає участь. І, якщо чесно, зараз я не буду там про подробиці, це з тієї сторони – це, знову ж таки, топтання на місці. Проговорюються речі, про які вже говорили. Потрібен рух, потрібні якісь дії. А топтання на місці – це вже повторюється декілька місяців, і перспективи нема. Але, знову ж таки, вже всі про це говорять. Росія говорить, що ми не є учасниками цієї війни, що це є ДНР, ЛНР. Ну, слухайте, вже, чесно кажучи, вже багато на ефірах навіть, і не згадують про засідання тристоронній контактної групи, тому що немає руху. І ті всі спроби спонукати, говорити так, як треба Росії, вони дуже негативно вже сприймаються з того питання, що це вже було, і не один раз. Ну, значить, треба дійснювати по-другому. Все одно вже ці попытки всі ми не ісчерпали, і повинні на дипломатичному рівні. Від ця робота ведеться, навіть коли ми розуміємо, що немає особого ефекту після очередного засідання тристоронній контактної групи, ми розуміємо, що огромний пласт роботи йде. Хорошо, пока що без результату, але, тем не менее, ми сподіваємося, що як-то це накатиться далі. Звісно, ми ж завжди намагаємося Росію повернути до міжнародного права. От єдине, просимо повернутися до міжнародного права, а не затягувати ці всі процеси. Це завжди було, це завжди якась відтяжка часу. Завжди Росія можемо чітко проаналізувати з моменту підписання, чи нових якихось угот, чи нових їх ініціатив, які, ініціатив, наприклад, західних партнерів чи України. Це постійно відтягування процесу, постійно. Це другий профіль дипломатичної роботи. Ми об цьому також говоримо постоянно в наших ефирах і пітаємося аналізувати, які там здвіжки є, навіть при всьому стопорі цього моменту. Тем не менее, Александр, а в контексте і в розрізі этой нацбезопасності? Коли ви нам говорите, підтверждає слова господина Резникова, министра, о тому, що с 2014 року ми научились і гораздо більше укрепили свою армию в плані захисту наших территорій і наших людей, в першу чергу. О тому, що у нас є дані розвідки, на які ми полагаємося, і особі служби мають все це в вниманні і в його фокусі. Але, тим не мене, допускаємо ли ми можливі дестабілізацію ситуації зі сторони Російської Федерції? І якщо так, то є ли определенний алгоритм действий, якийсь план, рішення, які будуть внедряться в действі при сценарії А, Б, В і так далі? Це все продумано, тому що коли нам говорять, ми умеємо захищатися, хорошо, ми веримо, але це дуже розмытая фраза. По-перше, дуже я б хотів зазначити один момент. І це всі почули, побачили на реакцію наших західних партнерів. Тільки в цьому році така реакція, такої раніше не було. Це правда. Це, ну, мені здається, дуже круто, що партнери, і це ж не тільки Сполучені Штати, це і інші країни, і деякі партнери, і члени НАТО поміняли трошечки риторику. Не буду зараз говорити про деталі, про то, що обіцяє, але вже проходять більше дій. Не тільки струбованість, а і вже відбуваються і зустрічі, і відбувається, от був візит нашого міністра оборони до Сполучених Штатів, він спілкувався з міністром оборони, що раніше також ми можемо відмітити, що таких зустрічей, у нас був такий короткий візит міністра оборони тут до України, але тут же більш такий суттєвий і змістовний був візит. Тому перше, щоб я зазначив, це така вже щось новеньке, хтось десь читав, щось новеньке, раніше такого не було. Це перше. Друге, з приводу наших збройних сил, багато говорять, чим і як ми це посилилися. Зараз знову не буду перераховувати ті речі, які вже є, ми присутні в якомусь озброєнні, і ми його маємо. Один приклад, який вже всі побачили, це байрактари. Тут навіть психологічно, навіть невеличкі такі речі, вони психологічно дуже впливають на нашого ворога. І також військові говорять по деяким озброєнням, що навіть воно ще не застосовується, це ефект присутності. Про нього вже знають, і будуть дуже багато разів подумають, щоб застосовувати сили проти нас. А в тому питанні ви говорите, чи конкретно буде чи ні, і що очікувати. На це питання, мабуть, немає такої відповіді, ніхто не знає точно. І що в головах у росіян, і у Путіна конкретно, ніхто не знає. Знову ж таки повторюсь, нам потрібно бути готовими, як державі. І це не тільки збройним силам. З початку війни в нас люди трошечки змінили мислення. І, можемо говорити, набагато більше людей стали українцями. Набагато більше. І тому закон, який був прийнятий по національному спротиву, він говорить про той фідбек, який йде з людей, які там, на місцях. Це, от, не можна говорити, що це така величезна перемога. Але раніше таку ініціативу навіть про неї і не говорили. Але це вкрай важливо і потрібно. Так. А территоріальній обороні, ви говорите, я роз'ясню для зрителей, тому що не всегда названня законів понятне по суті. Коли ми слухаємо, що у нас є партнері, є друзі на міжнародній арені, які готові нас підтримують, які йдуть з нами на те жістані двусторонній встречі, які нам присылають своїх важних і високопоставленних делегатів. А чим на деле нам змогут помочь? Помімо давління санкціонного, яке сейчас відбувається на уровні політико-дипломатичній лінії. А далі, якщо ми з вами представимо ситуацію, коли нам необхідна допомога, хто і чим нам зможуть помочь діствітельно? Хто і чим буде допомагати? І допомагаєт вже. Хто і чим буде допомагати? Я не скажу цього. А ви скажіть, може я не услышат і потім поможуть, якщо одно буде неудово. Зараз дивіться, про що можемо вже стверджено говорити? Це економічно і зброєю. Ми бачимо реальний результат визита Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Це додаткова допомога і це все побачила вся країна, що це було реальне озброєння, яке нам було доставлено в нашу країну. Всі інші заходи, як вони будуть, і це буде публічно озвучено, про це можна буде говорити. Що буде наперед? Ну, це зараз ви кажете, озвучити і вони щось нам нададуть, те, що ми зараз тут з вами попросимо. Ну, давайте це залишимо на дипломатів, на військових. Але, ще раз вам скажу, в цьому році всі побачили вже іншу реакцію наших західних партнерів. І на ділі це економіка, і на ділі це по зброї. Да, ну, і питання в тому, що ми ж можемо не тільки просити, ми можемо взаємовигідно співпрацювати, тому що, коли ми говоримо, що у нас... Ця робота йде постійно. Ця робота за останні почти восемь років, і ми можемо ділитися також взагалі на определенну допомогу від наших партнерів і співпрацювальних країн. Це ми, я доповню, це ми бачимо і чуємо після майже кожного навчання, які схвальні відгуки про наших військових від не просто штатних підрозділів, а від, будемо говорити, коучів, тренерів, від людей, які найвищу гатунку мають підготовку. Тому це респект нашим. Однозначно. Александр, ви упоминали о міграційному кризисі, як теж в такому віде оружія со сторони Російської Федерації, яке вони применяють, тому що напрямую в експертній середі так точно і Російську Федерацію прив'язують к тому, що происходит на границі між Республікою Беларусь і Польщей. Ми далі поговоримо о нашій границі. В Україні заработав межведомственный штаб, який буде координировати действия силових органов по защите госграниці. В частності, він буде курувати органи исполнительной власти, містного самоуправління, воєнних формувань, правоохранительних органів і общественних об'єдинений, які прийняють з'явити в охрані границі. В першу чергу, новосозданий штаб предназначен для противодействия возможному миграціонному кризису в Україні. В його состав вошли представители Министерства внутренних дел, нацполиції, нацгвардії, Минобороны, Министерства іностранних дел, а також Министерства юстиції, Министерства финансів і інфраструктури, а також Командовання вооружённих сил і Служби безпасності України. Руководителем штаба перший заміститель председателя Госпогранслужби Владимир Никифоренко. Вот, що нам делать з нашою границей северною? Тому що до миграціонного кризису, будемо відкриваючи, ми слухали недвузначні сигнали від Лукашенка касательно того, що горячо вже на нашій южній границі, имеє в виду границі між Республікою Беларусью і Україну, позже ми маємо цей миграціонний кризис, який, як я вже упомінаю, експерти називають просто миграціонним шантажом со сторони то ли Республіки Беларусь, то ли уже такого объєднённого союзного государства між Беларусью і Російською Федерацією в сторону Європи. А нам, що робити за своєю границю? Она огромна, більше тисячі кілометрів. Ми вже слухали про счёты касательно укріпління границ, во скільки мільярдів це обойдеться. Що треба підприємати? Звісно, ви правильно говорите. Треба і посилювати, треба і, а якщо ми говоримо, на багатьох відрізках нашого кордону з Білорусією, є стовпчики, є роздільна полоса, і більш нічого немає. Є патрулі, звісно, прикордонників, з полу. Зараз йде посилення особовим складом. Що ми зробили? Це вже можна говорити як факт. Це ще коли ці перші такі дзвіночки почалися влітку, то нашим комітетом спільно з прикордонною службою був розроблений невеликий законопроект. Це зміни до закону про прикордонну службу. Це про застосування зброї при затриманні, це про застосування заходів примусу, додаткових. Тому цю ініціативу ми ще почали імплементувати, і вже це закон прийнятий. Тому це реальний інструмент, який надасть прикордонникам діяти, застосовувати і захищати себе, і я не буду говорити там в цілому державу, але, звісно, цей захист прикордонники це перша лінія оборони. А, звісно, зараз заходи, які будуть, я думаю, що вони будуть імплементовані, зараз будуть додатково ділені кошти для прикордонників, і, звісно, для посилення кордону, і це і інженерні рішення, вони вже є. От, і багато є питань по кордону, постійних піднімаємо, є і не демарковані, багато дуже ділянок треба також це робити, тому що немає визначення, де. Звісно, якщо зараз перераховувати ще які законопроекти, там і по земельним ділянкам також були розбіжності, також ми їх влагоджували, якщо можна так говорити. Так. Багато речей, але раніше, якщо ми говорили, там хтось гадує стіну пана Яценюка, то, ну, як каже, то багато було коштів, а з цього вийшов там невеличкий пшик. Якщо зараз ми це вже будемо робити, то треба просто брати і будувати, і робити, згідно всіх стандартів, які ми вже розуміємо. У нас є досвід війни, і вже розуміння не просто, хтось говорить, там колючий дріт. Ні, кордон – це вже набагато складніша інженерна споруда, вона там обладнується багатьма речами, і не є такою там прям, хтось називав, не буду говорити зараз ці цифри, просто мільярди, мільярди. Ні, це є вже інженерні рішення, які дозволять більш чітко і бачити все, що відбувається на кордоні і на всіх ділянках кордону. Там багато речей буде. А якщо ми говорим в контексте і безпасності, коли, з одной сторони, є миграціонний кризис, і коли, а вдруг мігранты пойдут развернуться в сторону України, як на це реагувати, і так далі. Мігранты – це одне діля. Є миграціонний є определенні программи з тем же Євросоюзом миграціонний, які можна разрешити можливо і посредством України. Я не знаю, це на інших рівнях все решається. А якщо ми говорим именно о нашій внутрішній безпасності, вот знову ж вспомінаємо цю длиннююю полосу границі, вспомінаємо дружественный союз Лукашенка і Путина, і понимаємо, що у нас помімо нашої восточній границі в опасності може казатися і северна. Звісно, загроза завжди є, і про цю загрозу ми говорили, ще починалось, коли навчання в березні, в березні, і вони такі були, ну, і Білорусі, і західні кордони Росії, і Крим, там такі комплекси навчання, то ще після того, от коли вже ці навчання відбулися, ми побачили ці всі рухи, і, звісно, почалася робота, як захищати кордон, і як координуватися різним військовим формуванням, і не тільки військовим, а і поліції. Це, до речі, один із головних, мабуть, стандартів НАТО, про які ми все люблять говорити, це по координації різних видів збройних сил, чи різних сил безпеки і оборони. Координація – це надважливо. Олександр, хочу, щоб ви ще отреагували коротко на следующю тему, тому що дуже багато розговорів вокруг цього, а що думають в парламентському комітеті, нам важно понимати. Полноценні виводи относительно операции по задержання наємників ЧВК «Вагнер» можна делать после завершення расследовання. Об этом в ефірі телеканалу «Дом» рассказав представитель президента в Конституційному суді Федор Венеславський. По його словам, є три направления расследовання. Ізучається інформація Временной Следственній Комісії Верховной Рады, Госбюро Расследований і журналистів. По його словам, тільки після аналізу всей інформации можна буде получить більші полну і комплексну картину. Є три направления расследовання этого события. Первое – це Временна Следственна Комісія Верховної Рады України. Второе – Государственне бюро расследований під процесуальним руководством Офіса Генерального прокурора. По факту обнародованной в СМИ информацией було зарегистровано уголовне производство. І третье направление – журналистські расследования Билинкет і українських журналистів. Вот, коли эта вся інформація буде полностью изучена і обобщена, тогда ми зможем делать якісь виводи. Представитель президента в Конституційному суді – народний депутат Федор Венеславський. Нас интересует, що об цьому говорять в Комітеті. Вас ли удовлетворила отчет той Временной Следственной Комісії, який предоставили на данний момент? І що ви думаєте о перспективах цього дела, який з цих віддельних пазлов собирается? По-перше, звід не є кінцевим, він є проміжний, і та інформація, яка була заслухана в режимі роботи ТСК, ще раз нагадаю, тому що багато наших співвітчизників і багато людей чомусь думають, що ТСК і Комітет – це одне і те ж. Це зовсім різні органи, і в ТСК можуть входити всі інші народні депутати, не тільки члени Комітету. Так, ТСК використовує майданчик Комітету, це у нас є закрита зала спеціально підготовлене приміщення для закритих засідань. Це, по-перше, те, що це проміжний звіт. Зараз робити висновки повністю, я б також вважав це одним словом, проміжний звіт. Фіналізувати ці всі речі потрібно за наявністю всіх документів, тому що багато речей, які були озвучені на ТСК, вони є неверифікованими. Якщо говорити, як писали в звіті, і як говорили члени ТСК, я членом ТСК, це не ТСК стверджує, чи ТСК заслухало, а зі слів доповідача. Це зі слів. І багато речей, які говорилися, треба верифікувати. Дійсно, колеги Федір Ваніславський коментує, що Державне бюро розслідувань з процесуальним керівництвом Нарального прокурора, тому що багато речей потрібно підтвердити хоча б з якогось, хоча б з двох боків. Краще, щоб це були якісь документи, які свідчать про ті речі, про які говорять на ТСК. Так просто багато стикалося і на комітеті, коли люди щось говорять і ми не знаходили підтвердження. Але це стосується, розуміємо, більш простіше можна верифікувати, коли це не закрита інформація. Тим більше складність роботи ТСК, це вперше. Навіть зараз проходять контакти з парламентами інших країн, наших западних партнерів, як це в них відбувається. Тому що деякі речі ми не можемо верифікувати. Сказали, а так це чи ні, ми не знаємо. З приводу розслідування журналістів, то моя думка, я ще на початку говорив, що це коли тільки з'явилася інформація в СМІ, я не коментував, тому що і в комітеті немає таких документів. І говорити про такі речі, я вважаю, недоцільно неправильним і це антидержавно. А ще тим більше, коли якась інформація, яку, наприклад, журналісти якимось чином її отримують чи знаходять, я не знаю, і бачать, що це таємна інформація, може бути загроза для держави, я б сто разів подумав. І от реальний приклад, я б зазначив би 29 жовтя в Фінляндії прокуратура висунула обвинувачення проти трьох журналістів розголошення державної таємниці. І йдеться про публікацію ще з 17-го року. Це реальний факт, який я зараз у Фінляндії. Александр, чувствую, що потрібно вас відпускати, пока ми не віддали какую-то гостайну, і ви нас здесь в неї вычислили. Я вас благодарю за мнення, за те, що нам поделились, за те, що нам ділили. Ми вас завжди в цій студії, щоб ви нам розказували, що там відбувається, що в комітеті обсуждається. І ваше личне точка зрення також интересно. Благодарю за те, що в нашій студії Александр Заветневич, председатель Комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасності, обороне і розвідки був в нашій студії. А це Україна на самом деле, і ми двигаємся далі. Сьогоднішня активність со сторони РФ направлена в первую очередь на дестабилизацию внутри Украини, стран НАТО і Євросоюзу, сообщил министр оборони Украини Алексей Резников. По данным разведки, Россия проводит масштабную спецоперацию по дестабилизации Украины знутри і снаружи. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Давайте його услышим. Замысел Москвы достаточно простой. Дестабилизация ситуации изнутри, используя очень много, скажем так, нарративов, начиная от антивакцинаторов, заканчивая недовольством по разным причинам. Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины. А в этой студии рядом со мной уже Борис Тизенгаузен, это полеттехнолог. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Благодарю, что нашли время для того, чтобы к нам прийти в студию и разъяснить нам некоторые моменты. Вот мы когда слышим о дестабилизации возможной со стороны Российской Федерации, как внутри, так и снаружи Украины, вроде никакой новости в этом нет, но тем не менее, к чему нам готовиться? Особенно нас интересует дестабилизация изнутри. Какие механизмы, инструменты для этого могут применяться? На что нам обращать внимание? Ну, во-первых, методики, они, в принципе, их никто не менял. Методики проведения цветных революций, раскачки государства изнутри, то есть они стандартные. Задача настроить население и посеять максимальный уровень недоверия к органам центральной власти в первую очередь. Еще филиграннее получается, когда ты сталкиваешь лбами местную власть с центральной, местная власть принимает позицию населения, ну, например, как с ограничениями было. Помните, чуть не начался у нас бунт мэров и так далее. То есть вот когда такая дестабилизация по разным фронтам идет, это можно делать по и дальше, по религиозному признаку, по языковому признаку, по национальному признаку. То есть расколоть, максимально раздробить население, показать, что вот они в неправильную церковь входят, они на неправильном языке, группы вот эти враждующие, и все, и тогда, в принципе, достаточно будет зажечь эту спичку, чтобы ситуация во всей стране вспыхнула. Можно делить страну там по частям, можно отдельную область настраивать, так, как у нас было с Донбассом в том числе. Там же психологическая информационная операция до этого проводилась. То есть мы все прекрасно помним, что не просто так там большинство людей смотрели российское телевидение, не просто так там находились группы, которые и в Крыму, например, какой-нибудь русский блок, да, был русский блок, который постоянно выходил, говорил, что Крым это Россия и так далее. Никто с этим ничего не делал. Не просто так военные пенсионеры российские, выходя на пенсию, там, квартиры получали в Крыму по программе московской. То есть вот эти все элементы, ну, я уже молчу про агентуру, которой напичканы бы были наши все силовые органы и контрразведка в том числе. Поэтому, да, внутренняя дестабилизация это первый шаг к дестабилизации всей страны в целом. А дальше заходи просто, у тебя уже там твои последователи внутри, спасай их, как Россия делает. Спасаем наших граждан. Раздали паспорта, теперь идем спасать. Когда вы говорите о том, что эти инструменты все давно известны и применяются на практике в разных странах мира, если есть эта книжечка, инструкция по применению дестабилизации внутри, но должна быть где-то на другой полочке, вероятно, другая инструкция, как этому противостоять? Понимаете, противостоять-то на самом деле не так сложно. Проблема в том, что некоторые политические силы в Украине, в принципе, для того, чтобы получить себе какие-то электоральные бонусы, они сами эту дестабилизацию подпитывают. У нас ведь как политики действуют? Два пути существуют. Сложный путь, долгий и простой. Сложный это что-то после себя оставить, побыть мэром, оставить там какой-то город-сад и говорить, смотрите, я это сделал, выбирайте меня. А есть самый простой путь, как раз настроить людей, вот разделить их, потом какую-то часть электората подгрести под себя и сказать, за мной все, власть делает все неправильно. Сейчас неприменительно я к этой власти или какой-либо другой. Политики постоянно паразитируют на страхе, на негативе, на ненависти. Это валюта для нечестных политиков. И это очень легкая валюта. Настроил одну часть населения, все, они за тебя идут, голосуют. Что там в стране, укладывается это в единый путь Украины как страны, все равно. Главное в Раду залезть, главное там мэром стать или еще кем-то. Вот проблема. Проблема того, что наши политики не понимают и не хотят понимать. А некоторые, кстати, и понимают, и умышленно это делают. Вот и все. То есть наши политики в некотором роде иногда и подыгрывают Российской Федерации. А это только в нашей стране такое происходит, когда мы вроде как все в одной лодке плывем под названием Украина, но кто-то подчерпывает водички и добавляет в эту лодочку. Или это нормальная практика политтехнологическая во всем мире? Ну, нормальная практика. То есть, судя по результатам выборов, например, в том же Евросоюзе, которые прошли не так давно, там есть правые, например, ультраправые, которые на ксенофобии паразитируют. Есть политики промигрантских настроений. Вот тот же Макрон, он же на промигрантских настроениях пришел к власти, и он же о них споткнулся. Та же Меркель тоже споткнулась о мигрантские процессы. Тоже сейчас важно в повестке дня. То есть, есть те, которые говорят, они сюда привезли, давайте их ненавидеть, этих беженцев. Кто хочет вместе с нами их ненавидеть, выгнать из страны, идем, значит, в парламент, все им там куда угодно. Вот и все. Самый простой путь. Ты ничего не делаешь, просто порождаешь ненависть и эксплуатируешь ее дальше. А вот как нам сделать так, чтобы мы внутри страны игрались в эти политические игры, каждый отстаивал какие-то свои интересы, получал от этого свои политические дивиденды. А что касается вопросов национальной идеи, какой-то национальной безопасности и всего прочего, вот чтобы там находить какое-то мнение общее? А никак не сделать. Никак не сделать, объясню почему. Потому что есть избиратель, а политик – это фактически зеркало избирателя в каком-то роде. То есть исследуются социальные настроения. Понятно, что страна, которая живет плохо, страна, в которой с экономикой не все в порядке, в ней этих разделителей, особенно ненависти, в ней полным-полно, черпай сколько хочешь. Поэтому никак не сделать, сам избиратель хочет этих политиков. Сам избиратель будет выходить и драться с инакомыслящими. А вот когда избиратель живет сыто и хорошо, когда у него есть работа, когда он уверен в завтрашнем дне, он может где-то у него и найдется время проанализировать. А почему я выбираю политика, которая перебегает из одной политсилы уже в десятый раз и не выполняет никакие обещания? А у нас же как выбирает? Лицо хорошее, говорит красиво, популизма добавил, вот тебе готовы политики. Обещает много. Обещает много. Неважно, выполняет или нет. Поэтому, к сожалению, никак. Но я очень надеюсь, что у наших зрителей находится время для этого анализа. А тем более, когда в эфире Украина на самом деле, у нас в студии Борис Тезенгаузен. И мы тут для этого и собрались, впрочем, чтобы разъяснить вам, а что на самом деле происходит. И далее двигаемся к следующей теме. Украину нельзя винить за промедление со вступлением в НАТО. Этому препятствуют несколько стран-членов Альянса, на которых влияет Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что это все равно произойдет, ведь Украина выполняет условия. В частности, есть продвижение в реформах, в военном секторе, и в секторе безопасности. Эти достижения поприветствовали партнеры и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Реформа – это одно, это важно. Но настоящим препятствием для членства Украины в НАТО является тот факт, что некоторые страны все еще смотрят на Украину через призму своих отношений с Россией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Борис, мы много слышали ответов на вопрос, почему Украина до сих пор не в НАТО, начиная от прямых, сразу после этого вопроса от президента Украины Владимира Зеленского и до тех, которые уже в каких-то экспертных статьях и так далее появлялись. Касательно того, что нет таких четких критериев на самом деле, что есть все-таки и политическое решение, несмотря на весь тот перечень, который существует стандартов НАТО, напротив которых нужно поставить галочки. Но мы все время также слышим в противовес, что если мы сейчас возьмем с вами список стран НАТО и посмотрим, кто в каком году туда вступил, в каком состоянии находились тогда эти государства, мы понимаем, что, ну, в принципе, мы уже на данный момент тоже могли бы вступить, потому что мы, ну, точно не хуже тех стран, которые вступали в определенные какие-то годы. Так что же нам нужно для того, чтобы в это НАТО вступить? Как нам тех членов Альянса переубеждать, доказывать им, что мы также достойны быть их партнерами там, в Альянсе? Вот хороший вопрос. А еще лучший вопрос, вот он очень неудобный, а нужно ли нам именно в таком формате, или, может, нам нужен внеблоковый статус с особыми условиями? То есть вот нам нужно хорошо понять, вообще, куда мы идем. вектор евроинтеграции у нас в Конституции записан. Но вопрос в том, что если страны, члены НАТО, понимая, что существует и на сегодняшний день идет военная агрессия со стороны Российской Федерации, что аннексирована часть нашей территории, оккупирована другая часть территории, если они говорят, ну, наверное, рановато вам пока, а не является ли это сигналом, что НАТО пока не готова в полном масштабе противостоять Российской Федерации, принимая Украину в свои ряды. Может, и такой вопрос тоже поставим в повестку дня. Поэтому мы, вы абсолютно верно сказали, что если мы смотрим там ступени расширения НАТО, там были страны с индексом коррупции похлеще, чем у нас. Там были, давайте прямо скажем, никто сейчас не назовет ни одну страну Европы, да и не только Европы, всего мира, где до конца побороли коррупцию. Нет таких стран, даже в Соединенных Штатах ее не побороли. Поэтому это реально просто политический предохранитель. И если бы была политическая воля, это избитое понятие, конечно, оно меня бесит, но я его все равно в этом случае употребляю. Если бы была политическая воля, нас бы давно приняли в НАТО. Но когда мы видим, что целые президенты стран, членов Евросоюза признают Крым российским, Милош Земан, который по состоянию пока здоровья отправлен в отпуск, но нет. Который говорит в свое время президент Чехии, он говорит, да, Украина, забудьте про этот Крым, да поменяйте его на ресурсы, на трубу, на газ, поменяйте и забудьте. Это что, позиция членов НАТО или членов Евросоюза? Нет. А с другой стороны, вот давайте с их точки зрения посмотрим, какому-то немцу или какому-то французу есть дело, например, до того, что происходит в Украине. Нам есть дело, что на Балканах сейчас происходит? Нет. Борис, а с другой стороны, мы от них же слышим практически то, что сказал наш господин Кулеба о том, что это безопасность не только Украины как отдельного государства, это безопасность всей Европы и целой части света. Такие месседжи тоже звучат оттуда. Так это же и их безопасность получается. Значит, вот они будут формально говорить по этой дипломатической методичке, как я ее называю, до тех пор, пока это не коснется напрямую их. Вот и все. Пока между ними и Россией находится Украина как буферная зона, пока Украина там справляется, периодически будем им давать какую-то военную помощь, какие-то там советы давать, может, инструкторов пришлем, и на этом достаточно. Не нужны нам эти проблемы, полномасштабные конфронтации с Российской Федерацией, если Украина в НАТО. И я их тоже могу понять. Вот, ну, Украина в НАТО есть проблема, большая проблема для всего Альянса. Украина не в НАТО, намного меньшая проблема. А зачем я буду себе проблему создавать, когда у меня и так не все гладко, когда мой Евросоюз, простите, я уже к Евросоюзу перескочу, уже в границах, не в тех очертаниях, в которых он был раньше, когда у меня Польша тут на грани выхода, когда Венгрия там бастует, когда страны от квотирования мигрантов отказываются. Зачем мне новые проблемы? Далее также ситуации общения с Российской Федерацией со стороны одного из государств европейских, и какие посылы оттуда звучат. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс заявил, что Германия хочет улучшить отношения с Россией. Но для этого нужно в первую очередь достичь прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Мы хотим улучшить отношения с Россией, однако это требует прогресса, особенно в решении конфликта на востоке Украины на основе Минских соглашений. Последние новости о передвижении российских сил в приграничной с Украиной области чрезвычайно беспокоят. Хайко Масс министр иностранных дел Германии Мы следя за этими политическими процессами в Германии гадали с вашими коллегами по поводу того, а как могут развиваться далее отношения между Германией и Украиной, между Германией и Российской Федерацией, что для нас также непременно важно. Вот сейчас мы слышим такое заявление. Да, ну видите, очень обеспокоены наши европейские коллеги. А как будут развиваться? Это очень просто. Берем экономику, ставим на первый план и исходя из того, как выгодно, так и будут развиваться. То есть мы очень обеспокоены, прогресса нет, Россия не хочет идти на уступки. Мы прекрасно понимаем, что Россия периодически шантажирует нас, перебрасывая войска. Представители Евросоюза заявляют, мы прекрасно понимаем, что это Россия помогала Беларуси перебрасывать мигрантов и создавать кризис на границе с Польшей, но северный поток мы построим. Вот и все. Экономика. То есть рядовому немцу, опять же вернемся, рядовому немцу, ему сложно объяснить, почему бюджет не должен недополучать колоссальные какие-то прибыли, почему у него цена на коммунальные услуги не должна снижаться, просто потому, что там где-то что-то происходит в другой стране. Вот и все. Они же прагматики. И немцы, как никто другой, прагматики. Поэтому ставим экономику на первый план и понимаем, что Германия, Франция, Нидерланды, они будут в первую очередь рассматривать с точки зрения экономических интересов. Если уж совсем Россия пойдет там, ну, извините за сленг, по беспределу, если уж совсем там начнется какой-то кризис, который угрожает реально странам, членам Евросоюза, мигранты начнут прорывать границы, начнут перекидывать их какими-то большими партиями и так далее, тогда будут санкции. Европа уже анонсировала, кстати. Поэтому, к сожалению, пока это не сильно касается их персонально. А мы какие в такой ситуации контрмеры можем предпринимать? Потому что, когда нам говорят, что для начала разрешить ситуацию на Донбассе и к этому привлечь какое-то внимание, да, давайте, мы в первых рядах будем бежать и говорить, так, а мы за нормандскую встречу, вы вот Российская Федерация не хотите даже на уровне министров встретиться, не знаете, о чем там говорить. Вот мы знаем, мы давайте будем заручиться поддержкой Германии, Франции и ускорять этот процесс переговорный. Ну, Российская Федерация на это смотрит, мне кажется, с такой представитель Российской Федерации, с улыбочкой, потому что все санкции уже основные, применены по отношению к Российской Федерации. Каких-то новых, серьезных санкций ожидать не стоит. Россия поняла, откатала уже не первый раз инструмент шантажа энергоресурсами Европы. Ну, так заговорили, давайте, вот вам, значит, по две тысячи долларов цена, которую вы никогда не видели, получайте. Вот вам на уголь рекордная цена. Китай перекупает все. Давайте вы померзнете немножко, а потом будете принимать решения по отношению к Российской Федерации. Поэтому пока Европа целиком, ну, во многом зависит от энергоресурсов российских, Россия будет спокойно себя чувствовать. И никто россиянам там никакие свифты отключать не собирается. Хотя даже если отключат, вспомните, Ирану отключили свифт в свое время. Иран что, прекратил развивать свою ядерную программу, еще быстрее начал развивать. Поэтому с диктаторами, с автократами, с людьми, которые, в принципе, ведут постоянно с самого начала милитаристскую, агрессивную политику, с ними режим давления не работает. Чем больше давишь на этого тирана и автократа, тем неадекватнее он становится. Далее к нашей теме внутренней, которую мы ожидаем. 1 декабря Верховная Рада заслушает ежегодное обращение президента о внутреннем и внешнем положении Украины. Соответствующее обращение Зеленского к главе парламента появилось в сети, и его подлинность подтвердил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Я отмечу, что в прошлый раз президент выступал с ежегодным обращением к парламенту 20 октября прошлого года. От этого обращения, чего мы ждем, потому что мы действительно видели фотодокументы, в котором написано, что президент будет обращаться с вопросами касательно внешнего, внутреннего положения вещей в Украине. Если бы вы, Борис, сейчас были причастны к подготовке этого обращения, то какие бы политические технологии в этом применяли, как эту речь выстроить, что обязательно туда нужно внести и высказаться перед парламентом? Ну, если бы я был причастен к написанию этой речи, я бы, естественно, затронул все актуальные проблемы, которые на сегодняшний день у нас есть и внутренние, и внешние. То есть, это и борьба с коронавирусом, обязательно. Это и состояние экономики. Это и истерия, которая потихоньку спадает с подготовкой и стартом отопительного сезона. Помните, нам говорили сначала, что все мы все замерзнем, у нас не будет света. На самом деле это не так. Это и внешние угрозы. Обязательно это концентрация войск, обязательно это учение со стороны Российской Федерации, обязательно это проблема с мигрантами на границе с Беларусью. Здесь я бы обязательно сказал, что Украина будет действовать в рамках правового поля, но максимально жестко. То есть, все мигранты должны понимать, они же тоже люди цифровые, прекрасно осведомлены, если нужно, мы поможем через консульство в Ираке или где-то еще. Они должны все понимать, что как только они попадают на территорию Украины, их посадят на борт и отправят обратно домой. Все, на этом точка. Никто им здесь социальное жилье или социальные какие-то блага давать не будет. У нас своих вынужденных переселенцев хватает, которым нам нужно обеспечивать. То есть, эту проблему я бы тоже, потому что существуют определенные страхи, что сейчас к нам хлынут мигранты, Германия заявляет. Потому что пугалки такие существуют. А потому что официальные лица из Евросоюза и в том числе Германии говорят, а пусть Украина разберется, давайте их как-то там расселим, поселим. До свидания. Ну, то есть, извините, мы не готовы сейчас экономически, мы не готовы, психологически не готовы, поэтому никого здесь не будет. И обязательно я бы прошелся по выполнению обещаний. То есть, вот что, где, насколько выполнено, потому что это своеобразный такой экватор будет. Ну, и, конечно же, если бы я был не совсем белый, а немножко серый политтехнолог, я бы уколол оппозиционные силы, которые, в принципе, вносят свою лепту по дестабилизации ситуации в стране. И вот первый блок, о котором мы говорили, я бы его сюда добавил и сказал, друзья, мы все живем в одной стране. Не нужно политические интересы свои, ради них не нужно страну раскалывать. Ну, примерно так. Ну, и плюс, что-то хорошее, там бы уже выдумал пару каких-то приемов. Да. Единственное, хотелось бы дополнить, касательно внутренне перемещенных лиц наших, и той стратегии их реинтеграции здесь, на территории подконтрольной Украины, это ни в коем случае не беженцы, ни с юридической точки зрения, ни с любой другой. Нет, я же их и назвал внутренне перемещенные лица. Да. Поэтому это не беженцы, это наши граждане, которые... Да, ну, такие параллели проводятся, поэтому, мне кажется, стоит разъяснять. А если, Борис, сравнивать ситуацию в стране год назад, ну, фактически, и сейчас, в контексте этого обращения президента, что может измениться или на чем стоит сделать какой-то особый акцент? Я думаю, что сейчас сложнее будет господину Зеленскому. Почему? Потому что чем больше ты находишься во власти, тем больше есть за что тебя спрашивать. И даже если эти моменты не очень существенны, да, или если их вообще не существует, мы же видели, как у нас без скандала скандал может появиться, этим скандалом могут бить очень долгое время, как с расследованием Биллинг Кэт было. И что, ну, вышло расследование, и что, кто? Кто враг? Год ждали, год качали ситуацию на разных каналах, говорили, вышло расследование, нет результатов, кто сдал, кто не сдал, и так далее. Все равно продолжают. Поэтому некоторым нашим политикам не нужно повода. И да, будет сложнее, потому что и год намного сложнее. Я сейчас говорю и про цены на энергоресурсы, и про шантаж со стороны Российской Федерации. И третья волна коронавируса, жесткая волна, штамм Дельта. И проблемы с где-то могут быть с электроэнергией у нас, опять же, потому что частная компания фактически 30% рынка монополизировала. Поэтому на все эти вопросы нужно давать ответ. Когда ты президент, твоя избирательная компания начинается ровно в тот день следующая, когда ты вступил на должность. И каждый день добавляет тебе проблем. К сожалению, позитивные, хорошие новости, так общество устроено, они принимаются как должное. Это государство должно минималку повышать, ну, должны же нам пенсии повышать, ну, обязаны. А вот негатив, он ширится намного мощнее. Поэтому больше вопросов будет, и я думаю, что подольше будет это выступление, чем предыдущее. Касательно вопросов, Борис, я вас должна уже отпускать, но тем не менее, а если бы вы были с другой стороны, не участвовали в подготовке, допустим, этого обращения, а были среди тех, кто может задать вопрос, что бы вы спросили у президента? А я бы не задавал конкретные вопросы президенту, потому что постправда всегда работает лучше, чем правда. Постправда это когда во время твоего выступления люди встают, начинают свистеть, показывают плакаты, там, покарай крота предателя и так далее. Постправда это история, когда идет апелляция к эмоции, а не к рацио, и она всегда работает лучше, на нее нет ответа. То есть ты не можешь на кричащую часть парламента как-то отреагировать с этим заткнись, они же только этого и ждут. Поэтому я бы действовал больше, наверное, в иррациональной плоскости, ну, в эмоциональной. И не задавал вопрос, а вот скажите, пожалуйста, а когда конкретно будет повышена еще раз минимальная зарплата? Нет, это не работает. Так, Борис, вы в парламент не собираетесь? Вообще? Нет, ну, хотя бы в следующий созыв, чтобы мы понимали, чего нам там ждать. Знаете, не собираюсь. По одной простой причине лучше работать с парламентариями постоянно, долго, с разными, чем один раз сходить в парламент и сжечь свою репутацию. Услышано. Благодарю. Борис Тизенгаузин, политтехнолог, был в нашей студии. Мы всегда рады вашему появлению здесь, Борис. Благодарим за мнение профессиональное, которым с нами делитесь и желаем хорошего вечера, до скорой встречи, я надеюсь, в этой студии. Это Украина на самом деле и мы движемся к следующей теме. Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы Standby и согласовал выделение Украине второго транша в размере 700 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт МВФ. И я также добавлю, что президент Украины Владимир Деленский поблагодарил Совет директоров Международного валютного фонда за положительное решение по просмотру программы Standby с Украиной. Также он рассказал, на что пойдут деньги, выделенные Украине. Давайте услышим. Благодарен Совету директоров МВФ за положительное решение по завершению просмотра программы Standby, которая предусматривает выделение Украине транша в размере около 700 миллионов долларов. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена. Владимир Зеленский, президент Украины. А с нами на прямой связи уже Олег Устенко. Это советник президента по экономическим вопросам. Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Мы когда слышим от президента, что эти деньги от очередного транша при нашей программе сотрудничества с МВФ пойдут на поддержание финансовой ситуации, на противодействие коронавирусу, нам в чем потом ощутить, что да, эти деньги вот пришли, мы уже постфактум как будто бы это все разъясняем и у вас хотим выяснить. И куда они действительно пойдут, как нам понять, вот столько-то этих денег туда направлено на противодействие, это на какие-то ограничительные меры, это на обеспечение учреждений и так далее. Ну, несколько тогда тут таких важных магистральных направлений, которые следует держать в голове, когда мы говорим об этих 700 миллионах долларов, которые зайдут в Украину от МВФ. Первое, это действительно то, что средства будут зачислены в государственный бюджет. Поскольку средства будут зачислены в государственный бюджет, это помогает для нас, если хотите, поддерживать финансовую, внутреннюю стабильность в стране. Деньги были предусмотрены в государственном бюджете, в доходной части, поэтому, в общем, они должны зайти. Это неплохо, это для нас снимает любое напряжение, о котором, так, кстати, сказать, много говорят в Украине политики разных толков, имея в виду, прежде всего, не свои реальные переживания об экономической ситуации или финансовой стойкости в стране, а больше все-таки переживая о своих собственных политических рейтингах и возможности получить какой-то хайп на той или иной теме. Второе, когда деньги заходят в Министерство финансов, то они не держатся в Министерстве финансов в виде долларов или любой другой валюты. Министерство финансов постепенно будет тратить их, значит, выставлять эти деньги на рынок, и это значит, что валюта, которая поступила в страну, будет конвертироваться, и таким образом будут пополняться золотовалютные резервы Национального банка страны, наши золотовалютные резервы. Золотовалютные резервы важны со всех точек зрения, но когда мы говорим чисто в привязке к экономике, то золотовалютные резервы важны с точки зрения, что они обеспечивают, называется, внешнюю финансовую стабильность. В данном случае речь идет о курсовой политике, и наши золотовалютные резервы, которые и безусловно неплохие, находятся на уровне 30 миллиардов долларов, еще дополнительно увеличатся. Это значит, что любого рода нагрузки, связанные с рисками курсовыми, они автоматически снимаются, потому что в данном случае речь идет о 4,5 месяцев в объеме резервов, 4,5 месяца покрытия нашего импорта, а считается нормальной точкой в 3 месяца покрытия импорта. В данном случае это лучше. Еще почему важны эти деньги от Международного валютного фонда, и как все это должны будут прочувствовать, это то, что частный бизнес зависит во многом от того, какие есть сигналы по отношению к Украине на внешних финансовых рынках, и частный бизнес будет в гораздо более легком формате, а еще лучше сказать в дешевом раскладе, то есть за более низкую цену сможет получать для себя необходимый финансовый ресурс на внешних рынках, где он гораздо дешевле, и что необходимо для развития этих предприятий, в Украине, а это означает, что это дополнительная поддержка занятости и роста, и его развития в целом страны. Еще позитивное, что средства от Международного валютного фонда это все-таки возможность управлять нашей долговой политикой более эффективно. К примеру, у нас за долги мы сейчас платим с вами, я имею в виду, средняя ставка, которую мы платим по долгам сейчас в Украине, около 6%, а в данном случае мы получаем с вами, я имею в виду внешние, потому что по внешним долгам такая ставка, те, которые номинированы в иностранной валюте. А в данном случае от Международного фонда мы получили деньги под 3% годовых. Не надо быть экономистом или финансистом для того, чтобы понимать, что когда ты платишь 3% по кредиту, это гораздо лучше, чем 6%. Если ты можешь заместить более дорогой кредит более дешевым, что, в общем-то, относится к логике так называемого эффективного долгового менеджмента, то это тоже неплохое действие. И, в конце концов, Международный валютный фонд это все-таки знаковые деньги. В данном случае знаковые деньги для очень многих инвесторов, которые понимают, что ситуация макроэкономическая рынка это правильное, необходимое в нужном русле, она стабильна, у страны есть запас прочности. Ну и если вообще уж так говорить по поводу вообще даже определения стендбай, это когда вот рядом с тобой стоят стендбай, рядом с тобой стоят и готовы протянуть тебе в данном случае, если хотите, руку помощи. И название этого, программы этого кредита это стендбайский кредит как раз в данном случае помощь, которую мы могли получить от международной финансовой институции. И последнее, но немаловажное, конечно, масса спекуляций в стране, это уже не экономического характера, масса спекуляций в стране по поводу того, что вот не дадут, все пропало, абсолютно полная взрата и что будем делать. И вот на этом фоне Украина получается, в общем-то, новый транспорт международного валютного фонда в подтверждение того, что ситуация контрольная, экономика развивается в правильном русле и реформы делали. Потому что если бы Международный валютный фонд считал, что реформы не проводятся, он бы остановил кредитование точно так же, как он остановил кредитование по предыдущей программе, которая началась в 2015 году и существовала несколько лет, должна была существовать несколько лет подряд, но так страна под названием Украина так и не выбрала половину тех средств, которые в тот момент времени были зарезервированы для Украины. В данном случае... Так же, как и многие программы, которые до этого были договорены. Я бы сказал, практически все. Да. Практически все программы, которые Украина брала в 2015 году... Так и, Олег, нас часто интересуют более прикладные моменты. Вот то, что может касаться действительно, ну, если не каждого гражданина, то хотя бы определенные какие-то слои населения. Нам, допустим, Данил Гетьманцев говорил об особенностях этого меморандума, что там учтены интересы уязвимых слоев населения, что их особенно там как-то будут защищать. В этом контексте вы нам можете объяснить, от чего ждать? Меморандум включает несколько таких важных позиций, которые, на мой взгляд, имеют отношение к всем нам, как гражданам страны. И это прежде всего то, что касается реформ. Продолжение реформ судебной системы, что более чем необходимо, потому что, когда у тебя есть собственность, и ты не в состоянии защитить свою собственность в случае, не знаю, рейдерской атаки или захвата этой собственности, или просто каких-то неправомерных действий по отношению к твоей собственности, ты должен обратиться в суд. А если суд у тебя ненормально реформированный или неработающий, так как он должен работать с точки зрения цивилизованного европейского права, то в минус это играет сразу всем, всем украинским налогоплательщикам, всем нам, как гражданам страны, поэтому судебная реформа там прописана. И это не потому, что это хочет МВФ, а это потому, что мы хотим. Что касается развития и цементирования развития антикоррупционной архитектуры, антикоррупционного направления, я считаю, что это тоже более чем неплохо, потому что у всех уже комом в горле стоят всякие расследования, связанные с теми или иными злоключениями обычных граждан, когда есть государственные коррупционеры, вот в данном случае они коррупционные направления деятельности, оно и декларировалось и президентом страны во время своей предвыборной программы, и слугой народа, и практически всеми политическими партиями, которые представлены сейчас в украинском парламенте, поэтому я считаю, что это тоже, в общем-то, правильная и претендивная подвижка. Что касается защиты социально уязвимых слоев населения, то определенно, точно, это тоже более чем важный момент, и в данном случае речь идет о том, что если вдруг тарифы, жилищно-коммунальные платежи занимают какую-то более высокую долю по отношению к доходу населения, значит, это население должно получить субсидии со стороны государства, и здесь прописан целый фактический раздел по поводу того, что да, эти субсидии должны существовать в том случае, если не хватает у населения средств для того, чтобы оплачивать, например, жилищно-коммунальные услуги. Вы знаете, что согласно украинскому законодательству если более чем 20% своего дохода ты должен настратить на оплату ЖКХ, то, очевидно, государство должно поставить свое плечо. И а свое плечо в лице государства это означает выдать немедленно субсидию. Поэтому эти разговоры, которые в украинском политикуме и частью экспертного сообщества, которые просто не понимают, о чем говорят, или слишком хорошо понимают, о чем они говорят, потому что используются больше в политических целях, то в данном случае они лишены смысла. В том случае, если у тебя есть не только взятые государством те положения, законодательные, которые ты просто обязан, как государство, выполнять, поддерживая свое население в сложные моменты, в данном случае МВФ четко это прописывает, вот субсидия, если не хватает средств на оплату услуг, они квалифицируют это необходимость дополнительного или подставления плеча, в том случае, если это больше, чем 20% дохода уходит на оплату ЖКХ, поэтому тоже справедливо и правильно. Еще раз повторюсь, что МВФ это важно, но это важно не только с точки зрения денег, это знаковое сотрудничество и в конце концов они ничего не хотят от нас, того, чего бы мы сами не хотели от себя. Мы должны реформировать страну, мы должны проводить реформы и эти реформы просто дополнительно прописаны в этом меморадуле. Олег, я вас благодарю за эти разъяснения, потому что кому мне говорить, как не вам, что в этой теме очень много передергиваний и пугалок и громких таких заголовков, которые могут под другим углом заставлять рассматривать эту тему сотрудничества между Украиной и Международным Валютным Фондом. Я вас благодарю за, как всегда, профессиональное разъяснение этой темы. Олег Устенко, советник президента по экономическим вопросам, с нами был на прямой связи, а мы двигаемся далее к следующей теме. В Кремле подтвердили подготовку к проведению переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. Встретиться они могут онлайн еще в этом году. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отмечает, что конкретных сроков этой встречи еще нет. В то же время представитель Кремля также добавил, что темами переговоров Путина и Байдена станут в частности Украина и НАТО. И предстоящую встречу уже прокомментировал глава российского МИДа Сергей Лавров. Он утверждает, что новые форматы переговоров по Украине США не хочет создавать, но украинский вопрос в разговоре Байдена и Путина точно возникнет. Давайте услышим точнее, что сказал. В ходе очередного контакта между нашими президентами его время и другие параметры сейчас обсуждаются. Несомненно, украинская тема так или иначе возникнет. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. А вот в Белом доме пока о встрече ничего не слышали. Об этом заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. В то же время она подчеркнула, что США сейчас больше обеспокоены российскими войсками на украинской границе. У меня пока нет ничего по поводу запланированных встреч, хотя бесспорно дипломатия высокого уровня является приоритетом президента. Мы призываем Москву к деэскалации напряженности. Последние недели мы имели широкое взаимодействие с нашими европейскими союзниками и партнерами, в частности, с Украиной. Мы обсудили нашу обеспокоенность российскими военными действиями и жесткой риторикой в отношении Украины. Мы также провели дискуссии с российскими официальными лицами об Украине и о американо-российских отношениях в целом. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. И на прямой связи с нашей студией уже Владимир Дубовик. Это директор Центра международных исследований. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте, приветствую вас из Одессы. А расскажите нам, что думаете оттуда из Одессы касательно возможной встречи президента Российской Федерации и президента Соединенных Штатов Америки, хотя бы в режиме онлайн. Ваши прогнозы какие? Может ли она состояться до конца года? И чем должна быть наполнена, на ваш взгляд? Ну, прежде всего, действительно непонятно, состоится ли и состоится ли когда, в каком формате, потому что ни Москва, ни Вашингтон пока четко не говорят о том, когда она может произойти, насколько она будет продолжительной и так далее. Я думаю, что нужно немножко набраться терпения. Возможно, действительно такая беседа произойдет, она необходима, мне кажется. Об этом договорились в свое время в Женеве на встрече лично и между собой Байден и Путин, что они будут поддерживать контакты. И контакты такие были, мы знаем, что и госпожа Нолан приезжала в Москву, и директор ЦРУ Бернс был также на встрече в Москве, и многие другие были контакты. Так что, мне кажется, что встреча, наверное, нужна, и действительно она может состояться, и понятно, что украинская тема действительно будет одной из тех, которые будут там обсуждаться. Вопрос в том, в каком контексте. Владимир, а если мы говорим об этом формате, и что вполне вероятно, что встреча произойдет онлайн, это, по крайней мере, та информация, которой мы обладаем на данный момент, и основной ее массив как раз со стороны Российской Федерации двигается в информпространство, потому что ответ Соединенных Штатов Америки и госпожи Псаки мы с вами услышали. Вот по вашему опыту, когда встреча такого уровня происходит в онлайн-режиме, насколько это отличается от встречи с глазу на глаз за закрытыми дверями, когда мы совсем не знаем, кто и о чем там сейчас говорит, ну, вернее, знаем, кто, но не знаем совершенно о чем. Это такая очень закрытая, очень камерная встреча онлайн. Вероятно, те вопросы, которые могут за закрытыми дверями рассматриваться, не будут обсуждаться, мне кажется. Ну, нет, почему? Здесь просто разные жанры, конечно, вживую встречу это одно, когда можно с глазу посмотреть напрямую в глаза собеседника. Онлайн-встреча это другое, но все равно решается формат один на один, или это с присутствием делегаций, советников, он может быть как онлайн, так и вживую. Большое количество людей принимает участие в беседе, или все маленькое количество людей принимает в беседе. Так что я думаю, что этот формат будет определяться чуть позже. Понятно, что с американской стороны, как правило, большое количество советников-резидента, сотрудников Белого дома принимает участие, обычно кроме него самого, будь то онлайн-встреча или встреча вживую. То есть здесь формат, я думаю, будет определяться. Я думаю, что довольно быстро могут договориться о возможной такой встрече. Вот мы слышали со стороны Пескова и Лаврова о том, что тема Украины наверняка будет звучать при таких переговорах. Вы также об этом сказали, когда я у вас спросила, какие могут быть темы этого разговора, и какой спектр там может обсуждаться. Вы также уточнили, что украинская тема наверняка будет звучать. Мы пока что слышим, на данный момент, нам Песков говорит, ну а Соединенные Штаты Америки, они не готовы на каком-то переговорной площадке какой-то своего делегата представлять. А мы также помним после приезда госпожи Нуланд, о котором вы сейчас упоминали, ну там тоже были очень разные выводы после этих встреч двухсторонних США-Российская Федерация. Там Россия говорила одно, а выводы Соединенных Штатов Америки были гораздо более лаконичными и совсем не такими развернутыми прям по смыслам, как нам говорили с той же стороны России. Вот чего нам ждать именно в контексте обсуждения украинского вопроса, когда мы уже слышим некоторые выводы наперед, как мне кажется, от Российской Федерации? Ну, конечно, Россия пытается навязать, пока предложить заранее свой нарратив. Это нормальное поведение, этого можно было бы ожидать. Американцы в этом смысле не забегают вперед. Ну, правда, их позиция по Украине, в общем-то, российско-украинскому конфликту достаточно хорошо известна и понятна. Поэтому я не думаю, что в этой позиции будут какие-то подвижки. Я думаю, что если все-таки цель очередной эскалации и скопления российских войск на наших границах это давление как на Киев, так и на Вашингтон и других наших западных партнеров, то тогда действительно есть ожидание того, что, может быть, Америка где-то пойдет на какие-то уступки, может быть, и вправду, наконец-то обсуждаться возможность нейтралитета Украины, подписания какого-то такого договора про нейтральный статус Украины, может быть, какие-то другие вещи, может быть, Вашингтон согласится более активно Украину подталкивать к выполнению положений Минских соглашений. То есть, в общем-то, конечно, есть определенные вещи, которые в Москве хотели бы, чтобы Байден и его команда делали в отношении Украины, но при этом на самом деле непонятно, есть ли готовность или аппетит Вашингтона к этому. Пока что вроде бы выглядит так, что Вашингтон не собирается пока менять свою позицию. А касательно в целом привлечения делегата со стороны Соединенных Штатов к тому или иному какому-то формату переговорному на тех площадках, которые сейчас существуют, или же построение какой-то принципиально новой площадки для переговоров, Вы как оцениваете возможные шансы присоединения именно Соединенных Штатов Америки? Такие инициативы от нас звучали инициативы, тема обсуждается довольно давно, но вместе с тем мы видели особого желания Америки впрыгивать как-то вот на подножку поезда, который еще непонятно куда-то едет или нет и куда. Я говорю о нормандском формате, например, который давно уже в принципе зашел в тупик, хотя сегодня мы говорим в последние дни, что мы готовы, естественно, с нашей стороны, как Украина, продолжать разговоры и дискуссии в рамках нормандского формата, но американцы не считают его достаточно эффективным и не считают возможным свое участие там, плюс Россия скорее всего будет против, хотя там разные взгляды сказывались по поводу возможного включения Америки в нормандский формат, какие-то новые форматы, но нет гарантии того, что они будут более эффективными. Владимир, в завершении нашей беседы не могу не спросить касательно возможной встречи и на уровне лидеров Украины и Российской Федерации. Мы также инициировали президент страны, такую встречу не один раз, приглашая Владимира Путина в любое место и в любое время, которое будет удобно для обсуждения наших важных вопросов. Ответы мы слышали однозначные, каждый раз касательно Крыма и Донбасса мы говорить не хотим, отвечают нам в Российской Федерации. Может такая встреча произойти в ближайшее время? Она, наверное, может произойти, но позиция Киева тут довольно понятна. Если не говорить о Крыме и Донбассе, то о чем тогда еще говорить. Если такая встреча может привести к какой-то деэскалации определенной, то может быть в этом может быть плюс или позитив. Но если Москва отжидает от такой встречи какой-то сдачи позиций и уступок, то тогда, конечно, это вряд ли может произойти. Пока поэтому вместо этого мы видим усиление наших контактов с Америкой беспрецедентное количество встреч. Ездили многие наши руководители в последние недели. И руководитель Совета Знамбезопасности и Обороны там был. Мы знаем до этого Рокуритер Офиса Президента Министром странных дел там были. То есть, на самом деле, контактов здесь очень много. Американцы приезжали, министр обороны и другие, заместитель госсекретаря Керен Донфрид. Я думаю, что такие вот контакты, они нам, в принципе, нужны, важны. И поэтому они показывают, что таки Украина не один на один с Россией, а есть определенная поддержка со стороны наших западных партнеров и, в частности, США. Услышано, Владимир. Касательно возможного все-таки перечня тем на этой встрече, хочу у вас уточнить, потому что мы с вами говорили об этом в наших предыдущих эфирах. Но, тем не менее, когда оттуда с Российской Федерации нам говорят, вот мы о Крыме, о Донбассе говорить не будем, а для нас, и вы это подтверждаете также, это первая и важная тема, которую мы с Российской Федерацией будем обсуждать. А как нам можно ухитриться каким-то методом дипломатическим все-таки склонить к этой встрече и к этим переговорам либо с глазу на глаз, либо на уровне лидеров Нормандской четверки? Ну, это разные вещи, конечно. Встреча Нормандской четверки, она, наверное, более реалистична, ее можно было бы провести. Это другой вопрос, опять же, будет ли она эффективна или нет по сравнению со всеми предыдущими. Потому что много было ожиданий от первой для Зеленского встречи в этом формате, тем не менее, как мы видели, конкретных результатов та встреча не дала. Может произойти новая встреча, скажем, если в Германии будет окончательно уже определен вопрос с новым канцлером, тогда логично было бы браться в новом составе. Что касается встречи один-на-один с Путиным, то пока, мне кажется, перспектива здесь туманная. Хотя, вы правы, наш президент говорит, что он готов встречаться, но просто оговаривать какие-то вопросы, обсуждать какие-то вопросы, которые для нас очень важны. А Россия пытается говорить о каких-то нейтральных вещах, которые для нас неактуальны. Тогда зачем встречаться вообще? Владимир, я благодарю, что вы разъяснили нам темы, которые для нас и для наших зрителей, я уверена, важны. Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, был на прямой связи с нашей студией. Пришло время нам с вами, друзья, прощаться, потому что мы исчерпали наше время в эфире. На сегодня у меня все. Хочу в очередной раз вам напомнить. Очень важно вакцинироваться, ведь более 97% попавших в реанимацию со сложнениями от COVID-19 были не вакцинированы. Поэтому вакцинируйтесь, это может спасти вам жизнь. Берегите себя, своих близких и оставайтесь с нами, потому что с нами вы дома.